Добрый вечер, товарищи. Мы с вами собрались здесь для разбора небольшой коротенькой темы, входящей в курс основ программирования и баз данных, автором которого я являюсь. И, собственно говоря, сегодня наша с вами задача разобрать некоторые простейшие базовые аспекты, касающиеся основных технологий направления языков программирования в целом. Итак, я сначала расскажу то, что хочу рассказать. Это займет у нас где-то полчаса 35 минут, и в оставшиеся 10 минут до конца семинара можно будет задать какие-то вопросы. Это касается как очных, так и присутствующих в онлайн слушателей. Соответственно, если будут какие-то вопросы, я на них отвечу в конце. Итак, что хотелось бы рассказать в рамках той темы, которую мы с вами хотим сегодня так вот немножко в обзорном режиме разобрать. Ну, во-первых, самое главное – это то, что изучать программирование ни в коем случае нельзя. В режиме «мне друг посоветовал», «мне бабушка в очереди сказала», ну и так далее. Это полная ахинея и приводит это обычно к тому, что вы дальше работать не сможете. Почему? Потому что технологии в программировании, они бывают одинаковые в разных задачах, а бывают разные. Например, если вы учились в школе или в вузе, в которой была нормальная информатика, а не совмещенная с ОБЖ и физкультурой, то у вас наверняка были такие слова, такие слова звучали, как C, Pascal, Fortran, Basic и прочее. То есть всякие языки программирования, которые в основном позволяют решать именно фундаментальные задачи. С этих языков программирования начиналась разработка в еще 70-х годах XX века, то есть фактически уже почти полвека существуют эти языки. И самое интересное, что если взять международную статистику использования языков программирования, насколько часто они встречаются, то на первом месте сейчас находится язык Java, на втором месте находится язык C, на третьем месте находится язык C++, на четвертом месте находится язык C Sharp. Мне нужен только ноутопат. Пятое место, оно меняется. Как правило, на пятом месте находится язык программирования Python. Но в целом именно вот эти три языка составляют основную группу языков программирования в мире по частоте встреч, в задачах, в технологиях и так далее. Что такое язык C? Язык C это фундаментальный язык программирования, с которого, в общем-то, по большому счету, началось все современное программирование. Именно язык C составляет тот фундамент, который позволяет нам говорить о современных языках. Большая часть современных языков обязаны своим синтексисом, то есть набором команд, конструкций, именно языку программирования C. Можно ли на этом языке программирования решать стандартные современные прикладные задачи? Ну, я говорю о каких-нибудь типовых задачах, вроде, ну, например, бухгалтерских задач. То есть задачи управления предприятием, бухгалтерией. Естественно, можно. Если этот язык классический, он находится на втором месте популярности в мире, и за последние 46 лет, как ведется эта статистика, он никогда ниже второго места не опускался, то на этом языке можно решить любую задачу. Но вопрос, если вас интересует именно бухгалтерия, и есть более эффективная применительно к нашей стороне технология под названием 1С, внимание, вопрос, вам зачем изучать язык C? Или Java, или Python, как многим советуют там друзья, типа, иди учи Python, вот, будешь получать большие деньги. Ну, во-первых, чтобы получать большие деньги, надо знать язык очень серьезно, и, скорее всего, еще нужно будет знать ту область, в которой вы работаете. Как раз сейчас я об этом и расскажу. Собственно, к чему я и веду. Это, во-первых. А во-вторых, мало знать язык программирования, нужно уметь на нем решать задачи. В 100% успеха решения задачи знание языка программирования составляет 10, ну, может быть, 20% успеха. Все остальное – это умение придумать задачу. А задача придумывается не за компьютером, а с помощью листочка бумаги, с помощью такой вещи важной, как проектирование. Проектирование – это фактически сейчас уже, ну, наверное, не раздел программирования. То есть вот если когда-то у нас с вами было понятие о проектировании, как вот просто берем действительно листок бумаги и пишем, что в дальнейшем у нас с вами в программе должно произойти, то сейчас проектирование – это серьезная наука, по которой в мире собираются огромные конференции, где, собственно говоря, люди могут за неделю конференции не разобрать ни одного вопроса, касающегося именно вот непосредственно разработки программного обеспечения, да, а исключительно говорить про проектирование. То есть, например, не написать ни строчки кода за весь курс. Естественно, что это значит? Это значит, что когда мы с вами занимаемся проектированием, мы, ну, действительно решаем очень серьезные задачи, и фактически в современных реалиях проектирование – это отдельная наука, это уже не часть программирования. Поэтому и, собственно говоря, получается, что нельзя начинать изучение языка программирования с технологии. Почему, я думаю, понятно. Поэтому для того, чтобы понимать, какие языки программирования, где, как и для чего используются, мы с вами для начала разберем области применения языков программирования. Первое – это «математика» в кавычках. Нет, 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 я сейчас все расскажу. Все вопросы в конце лекции. «Математика» в кавычках. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду функциональная часть программы. Я думаю, всем присутствующим знакомы такие слова, как «ядро» или «движок». Это то, что находится внутри программы и обеспечивает ее работу. «Движок» компьютерной игры – это чистая математика, к компьютерной игре не имеющий никакого отношения. В этой области программирования в основном используются фундаментальные языки программирования. Это ассемблеры. Важно, что не ассемблер, а ассемблеры. Их много. Дело в том, что ассемблер – это язык, привязанный к машинному коду. Машинный код – это совсем низкоуровневая технология. Как следует из названия, машинный код привязан к машине, то есть к аппаратной части компьютера. И ассемблер позволяет работать не напрямую в машинном коде, но очень близко к нему. И понятно, что ассемблер сильно зависит от каждого конкретного компьютера. Поэтому ассемблеры. Это, безусловно, язык Fartran, название которого расшифровывается как «формула translation». Язык преобразования формул в работоспособный код. И это, конечно же, язык C прежде всего. В современных реалиях мало кто знает язык Fartran, да и не такой уж он хороший в современных реалиях. C будет работать быстрее, и некоторые математические задачи на C решаться будут проще, качественнее и с меньшим количеством ошибок и проблем. Это касается, прежде всего, конечно, серьезной и сложной математики. То есть, если мы, например, говорим о прогнозах погоды, о расчетах, где решаются серьезные системы как дифференциальных, так и обычных уравнений, и понятно, что важна оптимальная работа с ресурсами компьютера, прежде всего, с оперативной памятью, и высокая скорость исполнения кода. C в этом плане выигрывает у Fartran. Также некоторые функциональные задачи в современных реалиях пишутся на языке C++. Это еще один фундаментальный язык, составляющий основу базы подготовки программиста. Если вы откроете любую вакансию, связанную с программированием, то там в обязательном порядке будет магическое сочетание букв C дробь C++. Что такое язык C++? Это язык, прежде всего, не являющийся развитием языка C. Это очень важно. Многие считают, что C++ имеет какое-то отношение к C. Никакого отношения, кроме совпадающего синтаксиса, C++ к C не имеет. Таким же успехом можно сказать, что язык PHP или PHP – это тоже продолжение языка C, потому что они синтаксически абсолютно похожи. C++ – это еще одна фундаментальная составляющая программирования. C язык структурный. Что это такое? Это разговор отдельный, об этом речь идет на курсе. C++ гибридный. Является комбинацией структурного и объектно-ориентированного подхода к программированию. Для того, чтобы изучать современные языки программирования, язык C классический необходимо знать в обязательном порядке, причем иногда это доходит до очень больших странностей. Некоторые мои выпускники, которые впоследствии учились, например, на курсах питона, рассказывали, что когда они приходили на собеседование, у них спрашивали, знают ли они язык C. Внимание! Для изучения питона нужно знать питон, C не нужен. Почему спрашивают? Все просто. Так как многим говорят, что программирование – это хорошее направление работы, туда идут очень много людей, обладающих очень маленькими базовыми знаниями. И в результате они не могут решать сложные задачи, из-за чего и получается, что человек, знающий C и питон, он даст, что называется, 100 очков вперед человеку, который знает только питон. Ну, есть знаменитая шутка на эту тему, что питон позволяет решить любую задачу, а на C можно написать питон. Таким образом, получается вот это вот самое требование C, дробь C++ в описании каждой вакансии. Вас могут никогда не попросить программировать на плюсах, когда вы устроитесь на работу программистом на Java, на C-sharp, на питоне. Но знать эти языки вы обязаны, потому что на собеседованиях буду спрашивать именно их. Ну, чтобы, как говорится, отсеять лишних людей. В условиях капитализма это нормально. Таким образом, математика – это область функционально-расчетного программирования, связанного либо с чистой математикой, либо, естественно, с прикладной математикой. Чистая математика – это в основном работа на уровне каких-то ученых, научных групп, на уровне вузов. Прикладная математика может быть самой разной. Я думаю, многие слышали, например, такую вещь, как защита информации. Это математика в чистом виде. Искусственный интеллект – это тоже математика. Нейронные сети, самообучающиеся программы – это тоже математика. И так далее. Все это относится к этой области программирования. Математическая область программирования – она, естественно, самая сложная среди всех областей, в которых программирование в современной жизни встречается и используется. Но она является фундаментом. Второе – это системное программирование. Системное программирование – это разработка операционных систем, драйверов, служебных и сервисных приложений и так далее. То есть системное программирование – это создание прослойки между человеком и машиной, создание интерфейса для взаимодействия дилетанта, пользователя с компьютером. Понятно, что когда у нас с вами существовали языки программирования более сложные, более близкие к машине, когда компьютеры были там на вакуумных лампах, транзисторах, интегральных схемах, программировать и работать с компьютером мог только инженер с высшим образованием. Для того, чтобы обыватель, человек, не разбирающийся в компьютерной технике, мог работать с подобными задачами, у нас с вами появляются задачи системного программирования. Языки, используемые в области системного программирования, это также C, Assembler, C++, естественно, фундамент, а также более современные языки Java. Несмотря на то, что язык Java современный и достаточно высокого уровня, высокого уровня это значит далеко от железа расположенный, то есть чем выше уровень языка программирования, тем меньше вероятность, что вы на этом языке напишите драйвер или что-то сложное для системы. Как правило, это язык прикладного программирования, сейчас мы скажем, что это такое. Естественно, язык C Sharp, разработка компании Microsoft, и вот несмотря на то, что эти языки, они очень современные, очень такие продвинутые, на Java, например, действительно можно писать драйвера, на C Sharp умудряются писать вирусы, а это значит, что эти языки программирования действительно очень серьезные технологии. Их также можно использовать в системной разработке, но, естественно, если вдруг кому-то хочется программировать драйвера, то без знаний C, C++ вы здесь тоже никуда не уедете. Специалисты, работающие в области системного программирования, получают тоже очень серьезные зарплаты, как и специалисты в области математического программирования, причем, я надеюсь, все понимают, что под математикой я подразумеваю любую науку. Формулами можно описать, ну, как в свое время говорил Гильберт, все, что окружает нас вокруг, из-за чего у него был серьезный спор в свое время с физиками, что все-таки важнее, физика или математика, что реально описывает мир нас с вами окружающий. Ну, вот, тем не менее, да, то есть понятно, что в области математики мы должны обладать очень серьезными научными знаниями, чтобы серьезную математику программировать, либо разбираться в той области, в которой мы работаем. Все понимают, что компьютерный движок это, прежде всего, очень хорошее знание геометрии. Системное программирование требует от программиста также очень серьезных знаний на уровне технологий и устройства компьютера. Третья область программирования это прикладное программирование, самая большая, самая популярная область программирования. Понятно, что языки C и C++ можно добавлять к любому языку программирования и к любой технологии. Если вы откроете официальные требования Oracle для изучения Java, на их официальном сайте написано знание языка C и опыт разработки от полугода. На сайте Microsoft, Microsoft University, там, где идет изучение языка C Sharp, написано знание C и опыт разработки от двух лет. Ну, там пожестче требования. Дело в том, что C Sharp считается языком более простым, чем Java. Это объективно так в современных реалиях. C Sharp как-то вот выстрелил получше, хотя они с Java конкуренты. У Microsoft действительно неплохо вышло, но оказалось, что из-за простоты языка программирования изучать C Sharp идет очень много людей, опять-таки, вот как то, с чего я начинал, не знающих фундаментальные базы программирования. Из-за этого они не понимают элементарных вещей. Почему происходят утечки памяти, почему идет там неэффективная работа с внешними ресурсами, почему при отсутствии команды закрыть файл, файл данные не сохраняются. Хотя это все вещи абсолютно элементарные, люди, знающие C, это, конечно, знают. Прикладное программирование таким образом тоже может осуществляться на языках C и C++, но все-таки основными языками прикладного программирования являются Java, C Sharp, а также язык Swift. Это язык разработки под Apple. В прошлом Swift назывался Objective-C, а когда он был создан в 90-е годы, он назывался Objective-C. Одновременно в свое время появились два языка, Objective-C и C++, только вот C++ оказался удобным, полезным, интересным и в конечном итоге языком практически без ограничений, поэтому все начали писать на нем. А Objective-C как-то вот людям не понравился, но компания Apple увидела в этом языке потенциал и использует его для разработки под флагманскую операционную систему macOS настольную и под мобильную операционную систему EOS. Однако, в отличие от языка Java и C Sharp, Swift язык более высокого уровня, условно говоря, драйвер вы на Swift, конечно же, не напишите, если вам нужно написать не игрушку под iPhone, а офисное приложение типа Word и Excel, вы это будете делать на Java, на C++, не на Swift. Но, тем не менее, Swift это также язык прикладного программирования. Это обязательно язык Python, который считается действительно и действительно им является самым простым языком из современных языков программирования. Самым сложным языком является язык C++. Некоторые считают, что он вообще самый сложный язык программирования из существующих сейчас в мире популярных языков программирования. И то он является языком очень простым, и это его одновременно и плюс, и минус. Дело в том, что базовое изучение языка Python для последующего перехода на серьезные фундаментальные современные языки программирования не годится. Вам будет непонятно, зачем вас так мучают. Так как язык Python очень простой, код в нем пишется гораздо проще, чем на той же Java или C Sharp, и перейти с Python на Java крайне сложно. Все слушатели, которые учатся у меня на Java, они это подтверждают. Они говорят, что действительно тяжело, потому что Java язык строго типизированный, построенный на логике языка C. Python язык другой совсем. Да, он простой, но он не годится для базового изучения программирования. База – это фундаментальный язык, это C. Когда-то начинали с Basic, с Pascal, но эти языки сейчас никому не нужны. Basic мертв, Pascal почти мертв. Поэтому Python – это язык очень хороший, это идеальный выбор для тех, кто собирается заниматься именно прикладным программированием. Но если впоследствии вы планируете перейти на Java, главное не окажитесь в ситуации, как один мой слушатель, который после первого занятия по Java в конце занятия сказал, я как будто на ядерную физику пришел. действительно нельзя изучать сложную технологию после простой. Представьте себе, что вы сдали на права на машине со всеми включенными ассистами. Автопарковка, автоконтроль, удержание полосы, контроль расстояния до машины спереди, круиз-контроль и так далее. А потом вас сажают на Zhiguli 5-й модели. Не будем даже рассматривать болид Formula 1. Я не уверен, что вы и метр проедете. Ну, на болиде я не уверен, что вы стартанете. Считываю, что там стартера нет. Но это ладно. Что такое прикладное программирование? Прикладное программирование это решение повседневных задач. Есть такой очень важный термин как бизнес-логика. Многие считают, что бизнес-логика это логика бизнес-процессов. Ничего подобного. Бизнес-логика это логика прикладных приложений. Дальше у нас с вами идет четвертая область программирования, которая появилась с развитием сетей и прежде всего сети интернет. Это веб и интернет-разработка. И вот тут многие почему-то считают, что программирование под веб и интернет это создание сайтов. Это, конечно, не так. Веб и интернет-разработка это создание любых приложений, работающих через глобальные сети. Где основная часть задач решается именно на уровне сети. Почему это заблуждение нужно как-то вот у себя искоренить? Потому что если вы считаете, что веб-разработка это только сайт и может показаться, что веб-разработка это проставил из программирования. Во-первых, это чушь. В простых областей программирования не бывает. Программирование это техническая дисциплина, довольно сложная. И поэтому изучать подобную разработку довольно, ну, в общем, затруднительно, мягко говоря. если не представлять себе некую серьезную логику. Например, многие считают, что даже создание сайтов это вещь какая-то элементарная и простая. Но есть такая вещь, как, например, создание интернет-магазина. Если создание сайтов такое простое, то почему движок интернет-магазина стоит там от полутора до двух тысяч долларов и больше? Ну, как-то немножко не стыкуется, правда? Не закрывайте, пожалуйста, все окна. Соответственно, если мы с вами говорим о разработке именно фундаментальной, то вот здесь на самом деле задач довольно много. И применительно именно к веб-разработке нужно понимать, что на тех языках, на которых мы пишем, а это также Python, а также JavaScript, к самой Java, не имеющая никакого отношения технология. Я, к сожалению, все время забываю, как этот язык назывался в самом начале, но не JavaScript, в JavaScript его потом переименовали. Это был маркетинговый ход создателей JavaScript, а Java уже была популярным языком, и они решили вот на этой волне выехать, и действительно это получилось. JavaScript это одна из популярнейших технологий в современном мире. Это, естественно, технология языка PHP или PHP, кому как больше нравится, но это именно когда мы говорим о сайтах. Если мы говорим о технологиях, связанных просто с интернетом, то это может быть и Java, и C Sharp без проблем, и тот же самый Swift, и Python, как я уже сказал. Поэтому область, связанная с разработкой под веб и интернет, причем это разные вещи, веб и интернет это не одно и то же, это не только создание сайтов, это важно понимать. Есть, кстати говоря, прикладные задачи, которые напрямую связаны с вебом и интернетом. Таким образом, в современных реалиях области, которые мы перечисляем, могут смешиваться. Пятая область, это относительно недавно появившаяся область программирования, это скрипты. Скриптовые языки программирования это средства автоматизации и расширения возможностей существующих программ. Дело в том, что когда программы стали усложняться, а это конец 90-х, начало 2000-х, оказалось, что настраивать и управлять такими программами, администрировать такие программы при помощи просто проставления галочек в настройках программы становится невозможно. и для администрирования современного тоже надо знать программирование, поскольку есть скрипты, сидящие внутри, например, современных операционных систем. В Linux есть скрипт, который просто-напросто входит в оболочку любого Linux, в Bash так называемый. Под современным Windows есть PowerShell, продвинутая консоль, в которой также можно программировать на разных языках. Скриптовое программирование вещь очень важная и очень современная, но у нее есть одна особенность. Скрипты, в отличие от всех остальных технологий, можно учить, не привязывая себя ни к какому другому языку. То есть выучить Java, не зная C, невозможно. Ну, так, чтобы эффективно решать задачи, чтобы быть программистом на Java, а не нажимальщиком кнопок. А вот выучить скриптовый язык программирования можно с гуля, потому что скриптовые языки программирования ограничены в своих возможностях, они существуют только в всех системах, в которых написано. И из-за вот этих достаточно серьезных ограничений они не позволяют решать те задачи, которые на уровне языков Java, C Sharp, на уровне прикладного программирования может решать программист. Но что это значит? Это значит, что да, скриптовый язык программирования можно выучить за короткий срок. Есть люди, которые любят спрашивать, за какое время можно выучить язык C. Ответ простой, всю жизнь надо его учить. Скриптовые языки программирования учатся за ограниченный промежуток времени, это совершенно нормально, потому что они ограничены, ограниченную технологию можно выучить за короткий срок, но подобные технологии не позволяют изучать друг друга. Если вот вы там что-то слышали про Basic, то потом вам будет легче изучать Pascal, потом легче перейти к C, главное в синтезисе не запутаться. то же самое касается современных языков, вот Java, C Sharp нельзя выучить не зная C, это фундамент, это база, то, например, язык 1S, это наиболее известный скриптовый язык программирования в нашей стране, можно учить самостоятельно, не привязывая себя ни к каким технологиям. 1S самостоятельная совершенно технология, более того, код в 1S пишется на русском языке, к этому тоже надо привыкать. Но не скрипта JavaScript, но если вы вдруг решите под веб научиться программировать знания 1S, никак. Слишком разные технологии, слишком разные задачи, даже логика базовая разная. Например, ни один современный язык программирования не умеет округлять. Ну, в самом деле, а зачем? Округление это математическая операция. Кто учился на естественно научном направлении и что-то примерно помнит про мат анализ, вспоминайте гениальный вопрос, чем отличается 1,9 в периоде от двойки, да? Поэтому, естественно, языки программирования округлять не умеют. 1S умеет, это бухгалтерские расчеты. Как вы будете вести бухгалтерские расчеты без округлений? Поэтому даже базовая логика у скриптовых языков может быть разная, а поэтому они в изучении друг друга помогают очень слабо. Поэтому, ну, еще раз подчеркиваю, нельзя сказать, что какая-то область программирования проще другое. Это бред, полный не бывает простых областей в программировании. Везде можно найти сложные задачи. Программирование это фундаментальная, серьезная область деятельности человеческой. Соответственно, когда мы рассматриваем даже область скриптового программирования, мы должны понимать, что да, Динеска простая, вопросов нет. Но может так получиться, что в вашу компанию придет запрос, например, об интеграции в вашу базу, какого-нибудь там филиала из небольшого города, где была старенькая плохенькая база, нужно этот филиал перевести на Одинеску, что не проблема, а дальше перевести, чтобы не потерять клиентов, базу из старой базы в новую на Одинес. Что если они абсолютно несовместимы друг с другом? Вы как будете эту задачу решать? Здесь уже ограниченность Одинес, как вы понимаете, не будет полезной. Шестая область программирования, она самая молодая из всех, которые я перечисляю, это разработка мобильных приложений. Разработка мобильных приложений это область, в которой царствуют в общем-то два языка. Потому что у нас как таковых две мобильные операционные системы. Программирование под Android это Java, программирование под iOS это Swift. Для изучения обоих языков надо знать язык C, кому интересна мобильная разработка, начинать все равно надо с фундаментальных знаний. Ну и вообще, я думаю, все понимают, что строить дом без фундамента нельзя. Поэтому нельзя выучить язык, не зная фундамента. Можно, конечно, начать вкапывать стеклопакеты в грязь, положить сверху лист шифера и сказать, что вот это дом, но в нем вряд ли будет комфортно жить. Ну и самая свежая область программирования, я думаю, что такое мобильная разработка, никому объяснять не надо, да? Самая молодая область программирования, которая сейчас, в общем-то, является самостоятельной, настолько своеобразной, интересной, там появились технологии, это создание технологий виртуальной реальности, разработка и создание самих технологий виртуальной реальности, то есть работа уже в готовых технологиях, создание новых своих. Если раньше виртуальная реальность это была смесь системного программирования с чистой математикой, то сейчас уже готовы очень серьезные решения виртуальной реальности, которые используются очень широко, в том числе в медицине, в области, в которой я также работаю как специалист по проектированию программного обеспечения. Виртуальная реальность – это действительно уже сейчас самостоятельная область программирования. Виртуальная реальность программируется при этом по-прежнему, если вас интересует математика, то это CC++ и так далее, то есть языки максимально быстрые, все-таки современные компьютеры не всегда тянут качественно виртуальную реальность, не всегда позволяют ей быстро работать. Если мы говорим о готовых мирах, о создании каких-то игр простейших, о населении в мире виртуальной реальности какими-то персонажами и прочим, это могут быть любые скрипты, это может быть язык Python без каких-либо проблем. Это технологии виртуальной реальности. Все остальные задачи по этим семи областям так или иначе можно разделить. Ну, например, может ли отдельной областью программирования быть разработка баз данных? Естественно, может. Но давайте подумаем. Математика нужна для того, чтобы базы данных работали? Надо ли уметь описывать структуры данных, с которыми вы работаете в базах, если особенно базы привязаны не просто к списку контактов или к клиентской базе, но и к сбору статистики, к анализу этих данных? Нужно ли, может ли понадобиться база данных в мобильной разработке? Ну, список контактов у всех на телефоне есть, это база данных, естественно. Используются ли базы данных в прикладном программировании? Сколько угодно. Вспомните, что такое Excel, Access и же с ними. Таким образом, любую современную задачу можно либо разделить вот по этим семи категориям, либо в этих семи категориях выбрать то направление, в котором вы будете в дальнейшем работать. А возвращаясь к тому, с чего я начал, чтобы завершить мой рассказ, я еще раз подчеркиваю, что выбирать технологию изначально бессмысленно. Как я уже сказал, СИМ можно поставить в каждую из областей, которые мы перечислили. Но только зачем вам там СИИ, если вы собираетесь сайты создавать? Ну, JavaScript и PHP, да, они один в один на СИИ похожи. Ну и что? Технологии-то свои, особые. Учить их надо отдельно. Понятно, что если вы изучаете Java, C Sharp, то есть фундаментальные, уже тоже можно сказать, языки программирования. Ну, Java – самый популярный язык программирования в мире. На нем сейчас все задачи решаются. То здесь, конечно, нужна крепкая база, нужен язык СИИ. Для всего остального надо смотреть и думать. Поэтому самое главное, с чего программист начинает дальнейшее изучение технологий – это выбор области программирования и задачи, которые он будет решать. Начинать с языков программирования бессмысленно. При этом задачи вам должны быть интересны. Если ваш знакомый занимается системным программированием, и ему нравится C++, или у вас есть знакомый, который занимается программированием в банковской сфере, и он на питоне пишет, это не значит, что вам это тоже пригодится. Простейший комментарий, почему он такой. Для изучения 1С мало знать программирования, потому что большую зарплату в этой области платят тем, кто умеет решать бухгалтерские, а не прикладные задачи на 1С. А все понимают, что для того, чтобы решать бухгалтерские задачи, чтобы хотя бы примерно понимать, что вам говорит коллега-бухгалтер, нужно в бухгалтерии хотя бы минимально разбираться. Поэтому, если вы увидели, что в интернете много вакансий по 1С, это действительно так, и люди получают большую зарплату, то это вовсе не означает, что вам будет интересно работать в этой области. А если вам будет неинтересно работать в области, которую вы выбрали, вам будет неинтересно развиваться вместе с этой областью, ваши знания устареют, и вы станете как специалист. Не нужны. Таким образом, выбор для начинающего программиста, администратора, не имеет значения. Если вы именно хотите программированием заниматься, на уровне баз данных, администрирования, чего угодно. Это выбор области и задач, а не технологии. Соответственно, именно вот о технологиях, о понятиях, определениях, о применении технологий речь в курсе основ программирования и идет. Спасибо у меня на этом.